Более полувека без ремонта конца 2021 года здание сельского дома культуры Станицы-Крадоникской вновь вдохнет новую жизнь. Сейчас над этим работают специалисты, перед которыми стоит задача привести здание в современное состояние, а также максимально сохранит первозданный архитектурный облик самого крупного сельского клуба в Карачаево-Черкесии. С рабочим визитом объект посетила делегация, в состав которой вошли представители правительства и депутаты. Александр Коваленко продолжит тему. Впервые здание нового ДК для станичников распахнуло двери в 1960 году. Труды архитекторов, которые успешно материализовали прообраз идеального дворца культуры, стал визитной карточкой сельского клуба. Радует фасад здания глаз прохожих и по сей день. Делалось, как говорится, на века. В проектно-сметной документации реконструкции дома культуры Станицы-Крадоникской прописано, что вся гипсовая лепнина и колонны должны быть сохранены, а вот все остальное придется заменить или отремонтировать. У нас есть народный хор «Моричка», который здесь занимается. У нас есть детские хоры, которые занимаются пением. У нас есть танцы. То есть мы не могли этим последние 10-12 лет занимались, потому что потолок обвис, крыша протекала. Мы не могли людей пустить в здание из-за аварийности. Глава Кардоникского сельского поселения Анатолий Баганцев показывает кураторам отголоски выпавших осадков на потолке актового зала. Этот зал будет служить и кинотеатром, поясняет Анатолий Николаевич. Но этот вопрос уже разрешен. Над зданием теперь двускатная новая крыша. В постройке 60-х годов, общая площадь которого составляет 1739 квадратных метров, не было предусмотрено ни санузлов, ни отопления, ни воды. Но, несмотря ни на что, сельский клуб всегда был излюбленным местом станичников. Он был востребован и очень сильно я вырос в этой станице. Ходил сюда, в кино, в этот Дом культуры кинотеатра. К этому дню уже все коммуникации подведены. Особое внимание уделят системам безопасности. Это вентиляционная и пожарная. Также старые сгнившие окна уже заменили на новые пластиковые. Утеплили здесь и полы. Мы посмотрели, пообщались с работниками, с заместителем директора Дома культуры. Нам все компетентно изложили, грамотно. То есть мы уверены, что все будет выполнено в те сроки, которые были обозначены в проектной документации. И стар, и млад ждут, когда заработает Дворец культуры. Кто-то вспомнит молодость, посещая концерты и кинотеатр. А молодежь займет себя танцами, пением и спортом. Для кордоника очень значима реконструкция ДК, потому что мы все этого ждем с нетерпением. Нам хочется праздновать выпускные, концерты. Это все так ново для нас. Мы привыкли, что у нас маленькая сцена. А так у нас будет оснащенная сцена. Со всем оборудованием. Оборудованием, где много места, и где мы можем все поместиться. Детички будут ходить, как раньше ходили. На мультфильмы будут водить есть куда-то. Да и так прийти, сами можно прийти и посмотреть. Какой-то фильм интересный будет. Пустое здание почему должно стоять? Должно существовать, работать, должно все функционировать. Хорошо и весело было. Коснется этого здания и федеральная программа «Доступная среда». Для маломобильных граждан здесь установят пандусы. А полностью реконструкцию планируют завершить в декабре 2021 года. Александра Коваленко, Алибастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район.